Можно сказать, жизненно важным для экономики Германии стали заводы синтетического горючего. Дело в том, что Третий Рейх большую часть своей потребности в жидком топливе обеспечивал путем производства горючего из каменного угля, которого было в Германии и позднее в оккупированных странах, что называется, очень много. И осуществлялась гидрогенизация этого угля, и получалось топливо, на котором в том числе летали самолеты, ездили танки. Единственной проблемой было, что синтетика плохо делала дизельное топливо. И в отношении дизельного топлива и других продуктов, нефтепродуктов, используемых в технике, Германия зависела от той же румынской или венгерской нефти. Но колоссальное количество заводов синтетического горючего, построенных как раз в межвоенный период, они стали опорой Германии, когда она оказалась со всех сторон обложена блокадой, и поставки нефти были ограниченными. На одной Румынии и Венгрии, что называется, далеко не уедешь.